итак сегодня я хочу поговорить о невероятной лжи которую которую даже вот те кто плоскоземельцы да кто не принимает теорию шара они даже этого как бы не знают и шароверы вообще не знают даже ученые то есть такой глобальный обман что я просто вот я почему как бы к этому пришел я занимаюсь мировой мифологии уже около 10 лет и нигде вот отвечаю вам нигде нет шара нигде нет слонов и черепах китов тоже нету нигде а в учебнике все мы помним да там именно упоминать что все древние люди думали что там земля на черепахах слонах нету нигде допустим даже если мы найдем что какой-нибудь племя мумба юмба это представляла такое имела только представление о форме земли но ведь там же написано что это племя пумба юмба какой-нибудь или там бармаглота брондашмыги там написано все древние люди а все древние люди это кто какие у нас древние цивилизации это шумеры это египетская это ведическая цивилизация индусская где древние арии описаны как голубоглазые светловолосые белокожие люди которые мы с вами есть и англичане это и немцы там у них календарь вообще идет за миллиарды лет рама тоже жил миллиарды лет назад там другие эпохи писца кальпы там за триллионы лет там славяно-арийская да тоже там есть древний календарь то есть нигде нету вообще вот это вот этого бреда то есть а ученые там повторяет это дал допустим когда те же космонавты когда пытается там иронизировать над древними там они вот смотрите никакие там чулепах со слонами нету то есть все упорно вот невежды просто вот просто я отвечаю за свои слова за свой базар за слова что они все кто говорит об этом бреде не вежды не верите попробуйте найти в мировой мифологии вот такое представление я вам руку пожму пришлите мне в комментариях после что мы берем самое древнее у нас самое древнее писание это веды наука говорит что веды самые древние письмена человечества датируем и 2500 лет до нашей эры ну вплоть до того что то многие ученые там и 5000 лет но как бы доказано что 2000 2500 лет тут есть папирусы вот эти сведоми далее идут шумерские тексты которые датируются первым тысячелетиям до нашей эры и тексты тор и это вот иудаизм то есть библия это вообще получается самое молодое писание то есть библия он же ветхий завет это часть вот этой тор и иудаизма атора датируется третий век до нашей эры то есть библия была позже тора и это вообще самое молодое писание но самое древнее от веды данный вопрос был изучен многими мировыми научными институтами выпущен официальные трубы и монограммы ученых всего мира энциклопедические словари и энциклопедии доступны каждому человеку это википедии есть там виды открываете на внизу список литературы где это все взято какие исследования все там кому интересно об этом подробнее узнать и кто не верит то что я вот говорю да что там библия сама древние ноги считают да когда библия когда иудеи были в плену у египтян начале вавилонян а вавилоняне есть те кто из шумеров от шумеров произошли и в египте тогда еще и тора не было она только формировалась а чего на формировалась того что в плену они были то есть они переняли а в плену они сколько там несколько лет были естественно не переняли у них многое поэтому когда уже шумеров не было когда у них уже мифы были даут и таблички и а их уже не было и библии еще не было какая-то библия если мы находим дрянь о шумерском мифе миф о сотворении первой женщины из ребра хмуми который сделал великий гончар людей из земли египте это кто это те кто от вавилонян произошли вавилоняне от шумер вот и все а по библии земля у нас имеет по ведом наросимха пурана вишну пурана исканда пурана там сказано вот в наросимха пуране глава 30 описание 2 пиральских планет 2 пыта острова существует 7 островов джамбу дипа палакши две пошел мали двипа 7 островов это 7 концентрических островов вот наш остров где мы живем но мы живем только вот здесь это вот земной шар которую нам закруглили вот эту часть вот остров их 7 сейчас покажу 7 островов вот каждый остров окружен океаном и вот дальше уже там край ушел вам дойти до этого края вам 100 жизни не хватит вы попробуйте дойти до хотя бы до до другого материка вот на на этой точке где мы живем вот здесь а это только вот один остров за ним еще океан и 6 островов концентрических вот так вот форма земли представлена видах что там дальше дальше как бы там идет над нами еще 6 миров и под нами 6 миров и все это типа как вселенское яйцо вишну ну как там у каста нет до мировое яйцо это везде этот миф есть то есть никаких слонов черепах нету вот она мировая мифология самая древняя цивилизация она названа цивилизация ариев виды они называются арицы арии они и почему ты говорят ну мы же не индусы зачем нам виды так ты почитай кто там описаны герои боги они описаны как светлокожий как светловолосый голубоглазый вы видели день голубоглазого индуса негра или китайца светлокожего и беловолосого да кто там описывается наши предки об этом это отдельный разговор что описано в ведах и кто их принес 7 белых лишь и вот примерно вот наш остров ну вот там 7 немножко неправильно тут нарисовано 7 констрических островов тут где-то живем под ним 7 таких же дисков и над ним и все это видится вот представление ветра то же самое сказано вишну пуране так вишну пурана книга 2 глава 2 перевод санскрита хорейс хьюмен вилсон 1840 год описание земли семь двипа и семь морей порошара ты услышишь ночью диалог порошара и май 3 7 великих островов континента джамбу плакша салмали то есть тут конкретно описывается кто там правит кто живет из чего океаны состоят вот это представление дальше кто у нас самому лучшую мера как представляли шумеры форму земли сейчас секундочку так и и стрится иллюстрация из книги уоррена книга на английском у нас есть перевод потерянный рай переверил перевела наталья гусева индолог уже умерла то есть у него одна книга перейти на потерянный рай на земле так как же там точно называется или на северном потерянный рай на северном полюсе а это утране космология вот это вавилонское представление это земля с куполом никаких тоже видит не слонов не черепах не китов нет ни кротов не сушников не бегемотов конкретно вот как бы сказать даже можно сказать шар внутри шара плоскость в этой плоскости мы живем тоже какие-то концентрические я точно не изучал конкретно форму земли у шумеров что может тоже такие же констрические острова ну как будто ты луна дал пока звезды на куполе вот арбада ну то есть все как в библии что библия из шумеров вышла то есть они были в плену у них много очень много лет у вавилонян потом и у египтян и все со все приняли у них практически это отдельная тема на эту тему тысячи трудов даже сами иудеи так говорят много неизвест взяли то есть бой из более древней мифологии просто имена свои заменили добавили свою маленькую историю и поэтому у них тоже да и купол есть и небосвод подвешенный светильники ну что там на столпах она стоит как видите тут вроде как море какое-то дальше что у нас а кстати вот по поводу слонов черепах еще сказать хотел сказать в индуизме ведической культуре есть упоминание черепахи но это было когда демоны и полубоги пахтали океан ну что значит пахтали кто-то гришу это война была пахтали там а вишну принял образ черепахи и он поддерживал мутовку ну мутовка это как бы такая приспособление которое пахтали океан а демоны и боги с одной стороны то есть они веревку змея обвели веревку да ну змея там сказано одну один конец дали демонам другой конец взяли полубоги вот они как бы этому мутовку как сказать с помощью веревок они ее шурудили и этому мутовка находилась вот как раз на этой черепахи то есть вишну как бы ну что это значит а да это какая-то аллегория по ходу это просто это черепаха это на какой космический какой-то корабль здоровый который поддерживал это оружие которое с помощью этого оружия была война между богами и демонами ну не знаю как это точно расшифроваться ну да черепаха есть но она там как говорится не держала землю все время и вот такое упоминание есть потом еще есть упоминание черепахи в китайском мифе это и я его прочитал книги кольца змеи еремея парнова известного писателя путешественника ученого кольца змея в электрон варианте вы не найдете эту книгу она только бумажным есть ее еще почему-то не оцифровали и вот там есть такой миф трактат хуан нань цзи написал юнь к ну или записал в общем там говорится что там никогда некий гунгун похоже в звездных войнах да это гунгун вот этот был такая смешное существо которое там с большими ушами бегала но кстати и звездные войны писались по мифам по книге тысячеликий герой джозефа кэмпбелла великого мифолога и от лукас он книгу эту читал когда учился еще на режиссера и он решил это цель его проект жизни был прочитать эту книгу решилась снять по ним фильме звездные войны как бы частично может сказать это поснято по многим мифам и даже на кинопоиске там вот написано что он консультировался с мировыми мифологами привод редактирование сценарий так вот этот гунгун воевал с джоэн сюем за право называться богами короче он ударился головой гору надломилась подпорка земли то есть у них как бы тоже сказано что земля как бы она стоит на чем-то и вот в результате да он ударился головой и оборвался устой неба то есть получается купол тоже и надломилась подпорка земли потерпев поражение он решил покончить счеты жизни и стал биться головой гору от чего небо и земля изменили форму и миру стало угрожать великое бедствие в древние времена четыре предела обрушились и 9 материков раскололись так но материков должно быть 8 что соответствует квадрату на это уже пармов уже дальше пишет то есть часть мифа что соответствует квадрату земли и восьми румбам пространства нюйва а пространство нюйва расправила разноцветные камни и починила ими небосвод отрубила ноги гигантской черепахи вот дал тут мы находим черепаху дабы с их помощью утвердилось четыре предела думаю опоры как библии у нее вы просто не было иного средства для того чтобы выправить плоскую землю квадрат и накрывшую небесную полусферу кург или купол то есть получается чтобы черепаха тут использовался но опять же да как некий нара какой-то корабль использовал использовал чтобы отремонтировать землю была какая-то катастрофа боги воевали и чего-то там нарушили купол нарушили землю и вот вот это нюйва богиня какая-то точно не знаю кто это она расправилась расплавила разноцветные камни и починила небосвод отрубила ноги черепахи дабы утвердить предел 44 предела то есть взяла у ног у черепах ноги как бы типа столбов сделала в общем как бы черепаха использовалась такая машина которая ремонтировала землю все больше я буду вам благому как бы но рад если вы найдете где что действительно миф вот это что древние представляли что земля нас стоит стоит на черепахах и китах я искал честно да хоть я знаю частично мифологию мировую совсем со всего по немножко но ни разу я нигде не делайте черепах там и я специально несколько часов искал в интернете где это кто представлял так там ноги это надо и причем ну никто даже не в курсе а чё тебе google ну я говорю найдите мне черепах сама в каком мифе а мне до и шаровер там чё типа ты тупой не можешь гуглом из воспользовались яндексом ребят я 10 лет изучаю нету я специально искал я не нашел нету есть до упоминания что там но походу его придумают когда глобус придумали шар тогда и придумали черепах чтобы очернить древних типа не такие дурачки невежественные были ну и как бы легализовать шарш вот наконец-то сейчас нам ученые появились там палочками шажками палочками землю доказали там вот этими в те века телескопами там коперник с галилеем то есть даже герой если вы найдете вот я вам привел мировую мифологию это это очень большой невежество что у нас так извините на наебали что вот в учебнике вот это вранье есть открыто за вранье за это надо жечь такие учебники а ученых пороть розгами что они почему они молчат почему-то не убирают почему все время те же угольников и приводят вот вот если бы так то вот плоский диск черепахами бы сделал затмение так да какие нахать какой-то ученые ты эту фуфло несешь которого нету это ложь глобальная ложь и все даже думаю да до сих пор что там действительно таки было типа поищи но поищи где вот что там у нас дальше там ноги ритуату индейца такой да нет у индейца тоже плоская земля в море так шумеров мы рассмотрели следующий у нас тора идет открываем открываем талмуд талмуд тора это в принципе одно и то же ну так как это продолжение можно сказать древнешумерский поэтому там в принципе у них все то же самое там он конкретно в торе в талмуде описано что купол там расстояние до купла чуть ли не состав его что тон в воде и король но в примерно все как у шумеров информация это открыто берете уже много роликов на сделано просто берется определенные места которые говорят я я делал на своих каналах из талмуда приводил там места где говорится о куполе о плоской земли вот вот телефон звонит это спамеру звонит боты так вот вот она мировая мифология вот как древние представляли форму земли ну что там еще и гипте они тоже представляли плоская земля и купол виде там нут по моему богиня нут она так распростью распростерлась как виде мости когда то есть у кого еще но вот эти вполне хватает цивилизации вот она мировая мифология везде земля это плоский диск в море никакие там диски в космосе блины не летает как тролли шароверы любят показа все вот ребята шахи мат вашему невежеству глупому мировоззрению которую повторяете про этих слонов достали уже с ними вот она как на как на самом деле древние предки величайшие предки которые там летали другие вселенные пробивали другие оболочки кришна сарджуны в наши славяно-арийской мифологии там тоже в другие земли ходили заметьте не на другие планеты летали другие земли за 3 9 земель там нет никаких там планет круглых шариков вообще нем как бы ведах описано там планеты разной формы там и круглые даже виде дельфина есть ну как я понимаете какие-то корабли космические корабли города какие-то там то есть там описаны космосом есть он намного дальше вот он настоящий космос он за этими миллиардами не вот где мы живем сейчас секунду мы живем вот вот наш остров и вот мы маленькой точечки пятачки живем вот наш гигантский остров джамбудвипа дальше идет море океан вот второй остров концентрический круг третий четвертый пятый шестой седьмой и вот вот тут вот не помню что такое вот это вот тут уже идет оболочка вот за ним настоящий космос и представляете какой то вот где край земли которые так любят троллить глупцы разные вот где край но это не край как бы нашего за ним еще таких миллионы таких вот шаров летают с плоскими землями и как бы там вообще говорится что вишну их вдыхает выдыхает там бесконечность целая то есть вообще это представили свихнуться можно и мы вот тут в этом тютечки живем как его и тугать края там я дошел там за антарктида края дать чужой вы знакомьтесь хотя бы светами с про другую мифологию молчу но со словами мировой мифологии тогда не будет вот этого насмешек там по поводу края земли там чуть ли там у не за антарктида там просто другие земли начинаются нашего гигантского острова вот этого вот как на самом деле все так что кругом нам лгут вот от стопроцентном доказательства лжи в учебниках и в повторении это лжи всеми учеными и заканчивают истории да там сейчас много уже все сплошь и татара монгольского игоря не было и там даже со второй мировой войной там кто только и не выигрывал и и заканчивая космической деятельностью все это как будут сводится в единую мозаику мировой обман про который тугудов говорил и целый курс у него был лекция на эту тему более 40 часов и по потом он исчез вместе с семьей до сих пор неизвестно местоположение это ведический лектор вот он шар весь ваш нету его вообще ничем он не подтверждается вот не мировой мифологии не наблюдениями вот помните такую картинку да у нас по моему в астрономии она была или в историю тоже да вот 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 так вот представляет купола там но не со слонами черепахами вот очень много старых карт есть древних до плоской земли ну как бы как якобы это проекции там а ну если древние представляли как плоскую какая проекция это глобус уже натянули плоскую землю на глобус натянули то есть глоб по идее все наоборот глобус есть проекция настоящий карта плоской земли но с разных источников эти карты и скачивал и кричать что это все ложками же это очень глупо кстати заметьте эти же да вот такие эмблемы на где их только нету якобы проекции да и они везде и в нас и эмблемы разных структур мировых ну это уже тему думаю что об этом повторяться тысячу раз сами знаете это в коже каждый альтернативный альтернативщик об этом упомянул что там и часы это и там в кинематографе эти карты проскакивают да вот естественно по ним плавают и летают маршрут допустим на глобусе вот так ну проходит с крюком да он летит а вынужден остановку на полетит и вот тут делает даут или как мне сейчас а дал типа вот так вот летит а вынужден остановку вот сюда делает вот так унизит а ему сюда надо он летит и типа сюда делает это на глобусе а когда вот на такой карте смотришь он вот так у пить то есть вынужден остановку у него прям и есть вот на канале сатоль целый фильм по книге которым написал человек который там сотни таких случаев рассмотрел выживных посадок и везде вот проверяя сводится тому что улетели по ну как по плоской карте там нет никаких крюков что никуда ему не надо лететь я сам два таких случаях у себя на канале кошматрится еще давно года два назад на разбирал и птицы также на карте плоской земли смотришь они все по прямой летают нет никаких крюков она глобусе плаваешь якобы вот ему пришлось свернуть с маршрута сделать крюк это смешно просто как этого не видеть и все равно спорят всякие там пишут капитаны да нет там тролли заходишь там тролль флот тоже доходило что я показывал с этого слайд радара маршрут и он еще там не в их пользу был там вообще по шарам там дикий крюк делал который вообще никак не должен быть она как говорится на карте вот как они дают проекции да там селу без крюков идеально ну в общем это уже отдельная тема смысл в том что никаких салонов черепах нету мировой мифологии даже близко нигде нету везде форма земли это остров остров который находится в море не блин в космосе опять же а остров в море ну где с куполом в ведах как бы купола нету он появился библейский период появляется но я говорю я форму земли в ведах я как бы за ним изучал мифологию изучая ну форму земли я там сильно не копал как бы сколько надо я узнал это дальше надо просто еще изучать там есть и космология все просто пока сейчас времени эту потихоньку все и вот такой вывод что это остров во всех мировых мифологиях концентрически неподвижный остров ну той плоская земля которая находится в океане все вот надеюсь стыдно станет тем вот ученым которые вот этого не знали и они может быть усомнятся и и в другом что с детства чему у нас учат раз уж так и такой извините меня страшный обман прям ну дикий вообще как может так такое невежество было запихать учебники и повторять его как попугай это же стыдно банк это позор вообще просто фу позор вот прямо в глаза скажу любому академику как ты мог из ними меня являясь академиком говорить про черепах и про древних людей которые так представляли про слонов это же позор это это вранье либо невежество да те кто говорит но узнает что не так то знаком какая форма земли в древних было он тогда врун а если он как говорится не знает этого он невежда тогда очень все получается некрасиво просто как-то ужасно невежество полное